МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Распоряжение поступило 10 января во время первого в этом году аппаратного совещания. На следующий день сотрудники Минтранса провели рейд в северной части города. Измерить температурный режим в салонах микроавтобусов приехал и директор департамента транспорта Юрий Чибисов. Он рассказал о государственных стандартах, которые обязательно должны соблюдаться. Холодный автобус, он также вызывает нарекания. Значит, есть социальный стандарт Российской Федерации, который предусматривает, что при температуре наружного воздуха минус 5 и ниже температура в салоне должна быть не меньше плюс 12 градусов. Первый автобус проинспектировали. Водитель, конечно, переживал, но нарушения обнаружено не было. Не будет идеального, не будет то, чтобы здесь пекло было, Африка. Если на улице холодно, естественно, здесь холодно будет. Я хочу сказать, что вот мы видим, что в данном салон отапливается нормально. Наледи у нас нигде нет. Видимо, вот то, что люди находят, снег растаял. Я надеюсь, что влажная уборка будет проведена небольшая. Заместитель директора компании-перевозчика и сам следит за порядком в своих 96-х маршрутках. На контроль он выходит без предупреждения, поэтому его водители изо всех сил стараются соблюдать правила перевозок. Контроль на линии проводим по графику, утвержденным у нас. Три-четыре раза в неделю. Обязательные проверки. Выходят представители ИТР. Сам лично выезжаю. По мнению пассажиров, контроль качества должен быть постоянным, чтобы водители и их начальники не расслаблялись и не забывали о добросовестном выполнении своих обязанностей. Надо, надо, надо. Иногда двери плохо закрываются на маршрутках. Это техника безопасности, как говорится. Такие машины не должны выезжать даже на маршрутках. Ну, бывает, что как килика в банке, что места нет. То есть, после работы ты уставший, естественно, тебе не хочется стоять там минут 40 в маршрутке. Естественно, и шоферам, и их начальникам подобные визиты не по душе. Но эти переживания учитываться не будут, ведь каждый пассажир достоин добираться из пункта А в пункт Б в комфортных условиях. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.